Утро в Марселе встретило нас серым и унылым небом. В нашем распоряжении было совсем немного времени. Поэтому мы решили воспользоваться обзорной автобусной экскурсией. Двухэтажный туристический автобус, по нашему мнению, идеально подходит для этого. Всего за несколько часов можно осмотреть основные достопримечательности. Есть билеты на один день, за небольшую доплату можно приобрести на два дня. Предлагается два маршрута красный и синий. Красный более короткий, он охватывает основные туристические достопримечательности. Синий намного длиннее, частично совпадает с красным. При недостатке времени мы не советуем им воспользоваться. Лучше сделайте одну остановку на красном маршруте у самой главной жемчужины Марселе, Базилики, Нотр, Дам де Лагард. Вы не пожалеете. Кроме того, на синем маршруте курсируют обычные микроавтобусы с открытым верхом человек на 25 примерно. Низкое расположение туристов по отношению к проезжей части мешает обзору проезжающими грузовиками и городским транспортом. Это очень негативно отражается на общем восприятии. Такое решение использовать микроавтобусы, возможно, экономически логично, но абсолютно не подходит для туристов. Начнем наше путешествие от портовой набережной старого города. Во время поездки мы дадим вам пару советов и немного информации о достопримечательностях, а также немного исторических событий города Марселя. С левой стороны церковь августинцев. Была построена между 15 и 16 веками религиозной общиной августинцев. Это одна из старейших церквей в городе и одна из немногих церквей во Франции, в фасаде которой расположены торговые прилавки. Возвращаемся к нашему обзору туристического автобуса и не только его. Есть еще один способ осмотреть достопримечательности. Это туристический мини-поезд. Он предлагает три маршрута. Первый маршрут по старому городу Марселя. Второй к базилике Нотр-Дам-де-Лагар. Третий работает в летнее время и совершает поездку с видом на Фриульские острова и знаменитый замок Иев. Оба автобусных маршрутов также проезжают по этому участку. Очень тесная и низкая посадка туристов в мини-поезде, как впрочем, и в автобусе синего маршрута делает практически невозможной съемку, поэтому этот вариант нами не рассматривался. Туристический автобус отправляется от набережной старого Марсельского порта. Имейте в виду, что водитель не продает билеты, поэтому приобретайте их заранее по интернету, иначе вам придется начинать вашу поездку только от начальной остановки. На наше счастье, водитель немного пораздумав, разрешил нам проехать зайцами до начальной остановки. Еще один совет. Если вас более одного желающего отправиться в поездку, занимайте сразу две очереди. Одну для приобретения билетов, другую на посадку в автобус. Это поможет вам выехать на ближайшем. Очередь на красный и синий маршрут находится рядом. Не перепутайте. Первая на красный по ходу движения автобусов, вторая на синий. Длина очереди, впрочем, вам тоже подскажет, на синий практически ее нет. Красный маршрут состоит из 14 остановок, синие 11. Есть возможность на шести остановках пересесть на другой маршрут. Наш совет, категорически не делайте этого с красного на синий, так как на маршруте синего практически не выходят туристы, и есть высокая вероятность, что вам не достанется свободного места. Если вам нравится наша работа, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Это будет не только высокая оценка, но и даст нам еще больше мотивации для создания новых видео. Мы позиционируем наш канал как тревел-обзоры и советы по конкретным локациям. Они смогут дать вам однозначный ответ о целесообразности посещения этих мест при планировании вашего отпуска. Ваша подписка действительно очень сильно мотивирует нас для наших новых обзоров. Сейчас мы проезжаем форт Святого Николая, он расположен у входа в старый порт Марселя, напротив форта Сен-Жан. Он был возведен в середине 17 века. Ранее на месте каменного форта находилась средневековая капелла Сен-Николя. Она была основана на рубеже 12 и 13 веков и принадлежала аббатству Сен-Виктор. Впереди нас ждут красивые виды на Фриульские острова и знаменитый замок Ив. Пляж Каталан, его основное достоинство, то что он находится в 15 минутах ходьбы от старого порта. Далее Валон-де-Ов, это бухта и небольшой традиционный рыбацкий поселок. Давайте окунемся в историческое прошлое Марселя. По мнению ученых, город был основан около 600 года до нашей эры греками из Малой Азии, выходцами из города Факеи, они назвали его Масалии. Также существует легенда о том, что царь племени лигурийцев по имени Нана в качестве свадебного подарка своей дочери Гептиде и греку Протису подарил часть завоеванного побережья, на котором они впоследствии основали город и дали ему название Масалия. Город в силу своего удачного расположения постепенно разрастался, становясь крупным процветающим торговым центром. Долгое время Масалия была союзницей Древнего Рима и нередко прибегала к его покровительству для защиты своих торговых интересов от вмешательств местных племен. Беда пришла в I веке до нашей эры, Масалия была захвачена войсками Цезаря, лишилась торговых факторий и своего флота. Упадок и забвение продолжалось вплоть до X века нашей эры. Его возрождение произошло благодаря герцогам Прованса. Справа от нас монумент погибшим воином в Первой мировой войне. Он был воздвигнут в 1927 году архитектором Гастоном Костелем и скульптором Антуаном Сарторио. Внизу вы можете наблюдать бухту Волон-де-Ов и небольшой рыбацкий поселок. Возвращаемся к моему рассказу. Возрождению Марселя послужило его удачное местонахождение как транзитный порт в многочисленных крестовых походах. В конце XV века Марсель вместе с областью Прованс вошел в состав французского королевства. Трагедия настигла город в 20-х годах XVIII века. Бубонная чума, или как ее называли в то время Марсельская чума, она унесла более половины населения 90-тысячного города на то время. На улицах валялись тысячи трупов, их некому было убирать. Для их уборки властями было привлечено около 700 каторжников. Считается началом этой большой европейской трагедии, это то, что 25 мая 1720 года из Сирии в порт Марселя прибыло торговое судном Гран-Сен-Антуан, на борту которого уже умерли шесть человек по неизвестным обстоятельствам, однако марсельские врачи посчитали причиной смерти стало употребление некачественной пищи. Во время плавания судно уже пыталось зайти в порт Кальери, но им было отказано из-за неизвестной болезни на борту. К радости экипажа они получили разрешение на швартовку в порту Марселя и уже через пару дней болезнь начала свое распространение. Начали заражаться и умирать портовые работники и члены их семей. Муниципальные власти первоначально пытались скрыть все в тайне, чтобы не вызвать паники и не повредить торговля. Местная медицина оказалась бессильной перед неизвестной болезнью, им не хватало знаний, чтобы поставить верный диагноз. Перед нами вдалеке виднеются Фриульские острова и знаменитый и таинственный замок Ив. Желающие попасть на его территорию, посетить музей и осмотреть сам замок могут совершить такое путешествие. От причалов старого порта отходят катера и небольшие кораблики, многие из которых носят имена героев Дюма, по кольцевому маршруту Старый порт-замок, Ив, Фриульские острова, Старый порт. Летом примерно каждые полчаса, зимой полтора-два часа. Всем, кто решил отправиться в плавание, желаем семь футов под килем и хорошей ясной погоды. Вернемся к последнему десятилетию XVIII века. Во Франции происходит Великая Французская революция, приведшая к уничтожению абсолютной монархии и провозглашению Первой Французской республики. Марсель поддержал республиканцев и Французскую революцию. 30 июля 1792 года в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон под песню «Марш войны композитора» и скрипача Джованни Батиста Вотти и на слова Руже де Лиле. Через несколько лет высший законодательный орган Первой Французской республики выбрал эту патриотическую песню в качестве государственного гимна, дав ей название Марсельеза к всеобщей радости марсельцев. С тех пор ее в качестве гимна отменяли несколько раз и возвращали обратно, а при восстановлении власти монархов, представителей династии Бурбонов, она находилась под полным запретом. При становлении Третьей республики в конце XIX века Марсельезу восстанавливают как государственный гимн Франции, актуальность которого не потерялась до сегодняшнего времени. В XIX веке континентальная блокада во времена наполеоновских войн сильно подорвала экономику и развитие Марселя. Город практически не развивался. И только в XX веке новый толчок в развитии принесла французская колониальная деятельность у на Востоке и в Африке. А открытие Суэцкого канала способствовало бурному развитию морских перевозок, порт обрел свое второе дыхание. Город начал развиваться и ожил. Во время Второй мировой войны Марсель был одним из крупнейших центров сопротивления. В 1944 году он был одним из трех портов на Средиземноморском побережье Франции, способным принять большие военно-транспортные суда, обеспечивавшие переброску и снабжение союзных войск. Германское командование понимало ценность города и порта, и 28 августа 1944 года немецкий гарнизон Марсели смог взорвать порт. В послевоенное время город начал возрождаться и заново отстраиваться, избавляясь от последствий разрушительной войны. Некоторые районы города были уничтожены во время бомбардировок. Новое строительство и восстановление работы морского порта потребовало много рабочих рук. Новые рабочие, приехавшие на заработки, впоследствии стали его жителями. Начала быстро развиваться торговля, культурная жизнь. Марсель, сегодня современный, динамично развивающийся город, насчитывает чуть менее миллиона человек, не считая туристов. Этот город не оставит ни одного равнодушного, кто побывает в нем. Наш туристический автобус по узким улочкам поднимается к главной достопримечательности – жемчужине Марселя и символу города – католической базилики Нотр-дам-де-Лагард. Храм был построен на фундаменте древнего форта на самой высокой природной точке на высоте 149 метров над уровнем моря. Строительство базилики началось в 1852 году и продолжалось 21 год. Первоначально предполагалось только расширить средневековую часовню, но после начала строительных работ было решено отстроить ее заново по проекту архитектора Анри-Жак Эсперанде. Базилика состоит из нижней церкви в романском стиле, вырезанной в скале, и верхней церкви в нео-византийском стиле, украшенной мозаикой. Квадратную колокольню высотой более 50 метров венчает 11-метровая монументальная статуя Мадонны с младенцем, изготовленная из меди и позолоченная сусальным золотом. Мы приближаемся к окончанию нашей экскурсии, в ее завершении нас ждет не менее замечательный кафедральный собор Сент-Марь-Мажор, основанный в IV веке. В XI веке он был расширен, а второй половине XIX был полностью перестроен по проекту архитекторов Леона Вадейраа и Анрижаком Эсперанди. Проект собора был в романо-византийском стиле. Романский трансепт, хор, алтарь, часть более раннего, намного меньшего собора, сохранились от старого средневекового, их смогли уберечь от полного разрушения благодаря общественным протестам современников. Две ниши нефа все-таки были снесены, сохранилась только одна ниша. Архитектура и внутренняя отделка мрамором и порфиром придают ему особый вид. Длина составляет 142 метра, высота основного купола составляет 70 метров. Он вмещает до 3000 прихожан, это один из крупнейших соборов Франции. Голубой маршрут более протяженный, примерно половина его проходит вдоль побережья Средиземного моря, а некоторая часть его по обычным современным городским кварталам с его многочисленными светофорами и пробками. Как мы отмечали вначале, он менее интересен, чем красный, поэтому при недостатке времени мы не советуем тратить на него свое время. Если вам понравилась наша работа и вы еще не оценили ее лайком и подпиской на наш канал, то самое время это сделать сейчас. Это будет лучшей наградой для нас и даст нам еще больше мотивации.